Хроники путешествий Ну и снова здравствуйте В эфирной студии мотопутешественник Алексей Марченко Известный рассказчик и приключенец Так можно сказать? Можно, можно, вижу по добрым глаз Рассказчик, да Рассказчик о приключениях, вот так вот И сегодня нас ждет очередной рассказ Из серии бесконечной хроники путешествий Алексеич за долгую мото-жизнь побывал везде И сегодня... Чем я больше где-то бываю, тем я больше понимаю, что я вообще нигде и не был Ну мы не будем о грустном, а давай мы будем декларировать тебя Как человека, который очень много проехал И среди прочих разных направлений было, конечно, и Прибалтийское И сегодня мы поговорим о поездке в Литву, как я понял Нет, нет, нет Нет или через? Значит, я тогда сейчас сразу расскажу Давай То есть все время я ездил в Европу, вглубь, все глубже и глубже, внедряясь в Европу И... А через что ехать? Значит, я все время через эти прибалтийские все страны И я ехал вот все время насквозь, вот просто у меня была задача доехать до Августова Это там, где Наполеона домик стоит, и это курортное место Польши Вот, и у меня вот просто вот, вот я должен выехать из Питера и уже заночевать вот в Августе Все, чтобы все прибалтийские страны вот вообще проскочить насквозь То есть, были иногда заезды в Ригу к своему приятелю, к Яковлеву Мы его называли Яшко Это он учился со мной, просто, ну, мы вместе учились в Липте Ленинградский инвесториально-педагогический техникум Это, там у нас было всего два умных, которых все списывали Вот один из них Яшко Валера, значит, он из этого, из, в общем, там дальней авиации Рядом с аэропортом, с Култы, дальней авиации была база и военный городок И вот он там, его отец был военным, ну и там все остались, кто мог Он до сих пор не гражданин Латвии Самое забавное, когда они с женой, она гражданин Латвии А он не гражданин Латвии Прилетели в Мексику И этот мексиканец такой проверяет ихние проспорта Значит, ее так смотрят, ага, такой, раз О, идите сюда все, давайте сфотографируемся По-ихнему как-то это звучит инопланетянин Ну, то есть человек без гражданства Ага Он говорит, короче, они там полицейские все сфотографировались Говорит, блин, ну нифига себе, а что это, говорит, за страна? Вот такую хрень пишут Он говорит, покажи ее на карте, блин А кто, говорит, президент? Он говорит, не, ну надо же, они такое пишут Он так глумился В общем, у Яшки много детей У него огромная комната, на которой висит огромная стена И вся во флажках Это путешественник Без мотоцикла То есть пешком, на машине, на самолете Объездил весь мир То есть он все, что зарабатывает, он тратит только на это Ничего больше его не интересует Вот такой человек Вот, и иногда я к нему Большой привет, если слышим Да, я к нему заезжаю все время, значит, там ночую и дальше еду Ну, думаю, а что это все, эту Прибалтику со свистом? Ничего не вижу, не разглядаю Ну как вообще, ты же едешь там физически? Ну я там заезжаю там на этот Заправку Да, на заправку там Ну старый город заехал там, 20 минут побегал, а, поехали А так, думаю, не был я То есть я проезжал Прибалтику много тысяч раз Вот, в Вильнюсе был, я не знаю, несколько сотен, может, тысячу раз Вот, но видел только вокзал То есть 10 лет я ездил там раз Ну ты еще и психологически все-таки как-то, но не совсем за границей, ну, сознание Да, и тут подумал, а надо посмотреть, как живут наши бывшие И вот ломанулся, значит, и решил с Аду, с Аду заехать Да, то есть я все время ехал, значит, Эстония, потом Латвия, там, допустим Потом, значит, там, потом Литву как-то там через Кауна со свистом пролететь Я решил, а в Вильнюсе ни разу не был Вот, и, короче, я сперва ломанулся до Вильнюса, значит, проехали мы Резыкне Прекрасный малюсенький городок на границе с Псковской губернией Никого нет Долговпилс Крепость Живописная крепость, там, тюрьма живописная Городок такой обыкновенный русский такой Народа тоже не очень много, значит, все До Вильнюса дорога была не очень То есть мы приехали в Вильнюс, где-то там, не знаю, там, в 5 часов вечера, там, в 4 Поселились у одного, значит, на окраине у одного человека, одессита Во дворике похож на одесски Вот это меня просто убило, блин В старинном дворике и такая пристройка такая, новая такая Все, отличные номера А есть эти веревки, там, простыни существа Да, 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 вот это вот все такое, одесски Причем в Вильнюсе такой одесский дворик Я вообще был в шоке И главное, одессит этим всем руководит Вот это меня больше всего убило Вот, я говорю, как до центра Он говорит, по улице так, прямо и до конца В общем, мне Вильнюс очень понравился Он не похож ни на Таллин, ни на Ригу Это вообще совершенно другой город То есть, все сходится, все улицы сходятся к площади Очень много кафешек, памятников Никто к тебе не пристает, что ты русский На что похоже? Вот, как бы считается, что это польский город, да? Он не похож на польский Ну, какая-нибудь готика, строения какие-то Да нет, вот настолько необычный город То есть, там что-то есть, конечно, что-то польское Что-то там немецкое есть, что-то готическое, что-то славянское Но там все равно какое-то такое Как-то вот строение города, оно какое-то особенное То есть, не похоже на польский Ну, вот я смотрю на карту, ну, что я вижу Река Вильна, да? По-моему, тут течет через него Впрочем, ладно, слушай, я даже не буду пытаться В общем, если вы поедете в Вильнюс Вилья, вот такая река Вот, не пожалеете В общем, есть где погулять, отдохнуть Город очень приличный Дальше мы стартанули, значит, в Каунас И, значит, там есть дорога такая Минск-Клайпеда Вот это еще советская дорога Такой советский автобан был сделан И мы по участку, значит, Вильнюс-Клайпеда Остановились в Каунасе Я все время мечтал остановиться в Каунасе Потому что это считалось столицей Литвы Значит, Каунас Очень интересный город, но очень странный Очень много советских построек Советских бетонных плиток Полицейские ездят на секвеях Секвоях, я там первый раз увидел секвой Они такие носятся на этих секвоях Но не пристают, ничего-то не достают И если что-то спросишь, хорошо отвечают Значит, поселились прямо в центре Малюсенький отельчик Через тоже задний проход заехали В какой-то загончик для мотоцикла специально Ну, мы там всегда пытались забронировать Чтобы парковка была с мотоциклом Очень отличная пешеходная улица Заканчивается там большим собором Кроны деревьев Там набережные реки красивые Там какие-то набережные По ней можно хорошо прогульнуться И байкерское кафе в центре города И сидят куча байкеров вообще Тут у них очень смешно На карте написано Вильямпольское староство Центральное староство Алексоцкая староство Это прямо какие-то районы, что ли, города Это Каунас Да Очень забавно Ну, на самом деле, латышей и литовцев Я считаю славянами Одно из ветвих славян А вот эстонцев Это все-таки урукофейный Это туда уже ближе к всяким шведам всевозможным Да-да-да Но это просто одна из разновидностей славян Потому что, знаешь, когда этот латыш мне говорит Мне говорит, давай сфотографируем Все всем Гортом, гортом, гортом По-украински Гортом это вместе Да-да-да Я говорю, вместе, что ли? Он говорит, да, ты что, знаешь? Я говорю, да нет Конечно Я говорю, так это славянские все слова Они что-то не хотят все славяны Давай, ты не теряй нить Итак, из Каунаса дальше, да, пошли? Да, значит, Клайпеда В Клайпеда красивый такой портовый город С видом на Куршскую косу И я, значит, этот автобан Причем, хочу остановиться На автобане очень много полицейских Очень много этих радаров стоит Нарушать ни в коем случае нельзя Но самое смешное Там две полосы В одну сторону, две в другую Ты, значит, едешь по крайней левой То есть выехал, обогнал машину Вернулся То есть там нельзя Как вот у нас Встали все И вот вдвоем едут по двой полосе И там кто-то моргает Это плевать Это у нас Там они просто высунулся Обогнал, все То есть полоса одна все время свободная И ты, когда, мол, привыкаешь моментально Но это не встречная Нет-нет-нет Это вот две полосы туда Две, я же говорю, советский автобан То есть немножко там Но все едут в одной самой крайней полосе Да-да-да А выезжают только для обгона Да-да-да А у нас, если четыре полосы То четыре машины встанут И все И ты можешь засигналиться А я просто еду И все, мне все равно У них всегда крайние Вот это левое пропускает Я же сейчас не понял Это был сарказм такой Как бы, то есть это Нет, все-таки какая-то культура есть У нас У них А у нас Есть уже хорошие дороги Но ездить по ним Мы еще не до конца научились Но мы над этим работаем Работаем Вот В Клайбе да уперся И уперся в огромную пробку То есть В очередь на пароход Я хотел, значит, на пароходе Переплыть на Курскую косу И там по ней прокатиться Ну, я увидел Что там вот так вот Все забито То есть Там уже перестало действовать Вот это вот Хваленое Европейское Все по правилам То есть Там уже как у нас Вот так вот Навставали Я думаю А, ну Не все забыто Мотоциклам не просунутся В общем Когда я уже На следующий год Спрашивал Что я хотел И не попал Мне говорили Так там есть Улица Улица такая Надо объехать Подъехать Прямо к шлагбаму И мотоциклистов пропускают Я говорю Блин Где ты был раньше Вот на Курскую косу Я не попал А по этой косе Можно проехать До Зеленоградска Да, какого-то Это прямо там Прямо дорога Да, по всей косе Ну, раньше По ней можно было Доехать до Самого Калининграда Балтийск Вот я вижу Здесь, да Калининград Совершенно верно А сейчас я не знаю Там стоит Пост Нет Ой, сейчас там Сплошная НАТО Ну их нафиг Так И дальше что? Или это все? Нет, нет Я повернул Значит По дороге Вдоль Вдоль моря Вдоль моря Балтийского Вниз, вверх Нет, нет Вправо Городок Паланга Это как Юрма Только литовский Слушайте Никогда там не был Но городок На самом деле Реальный курорт Вот ты заезжаешь туда Курорт-курорт Там музей Видеокамер Там музей Ну там Настроили Цветочки растут Кафельные Плиточки Уложены Классное место Европейский Такое Европейский И вот С нашей То есть Это такая Юрмала Стоящая на море Прямо Не в заливе А вот на море Вот Это литовская Юрмала Дальше Вот этот Липая Городок Был Вот В памяти Он у меня остался Вот там Вот в этом Городке Должен был Грин Писать Всякие Романы Про море Вот Вот там Настолько он Такой морской Европейский Все говорят На русском Всех Относится Отлично И самые Последние Чтобы Да Венспилс Да этот Городок Венспилс Да Значит Он на море Сам городок Очень интересный Он прям на море Пляж Потрясающий Вода Холоднющая Блин Просто Вообще Холоднющая То есть Загорать можно Купаться невозможно Набережная Просто Это бывший порт Порта уже нету А набережная Вот этого порта Осталась Но По ней Никто не гуляет Кроме нас С женой Никто там не гулял И Больше всего Мне не понравилось Мы Почти в центре Но там Через какую-то речку Надо было переехать И какая-то гостиница И девушка Говорит Вы Мотоцикл Прямо Вплотнуете У окна Чтобы она Прямо смотрела Я сразу понял Что этот райончик Не очень И потом Мы пошли Пешочком До магазина И самое ужасное Самое худшее Там оказались Бывшие наши люди Вот Литовцы Никаких проблем Не было А вот Русскоязычные Жители Латвийские Почему-то Там были Очень агрессивные Причем Их очень сильно Раздражало Что мы приехали Из Питера Вот Ну Время наше Истекло К сожалению Или к счастью Я не знаю И Большое тебе спасибо За очередной Увлекательный рассказ Это был Алексей Марченко В рамках серии программ Хроники путешествий За что ему большое спасибо И ждем тебя в следующий раз Естественно Счастливо Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует...